С повышения родительской платы за пребывание ребенка в детском саду начался год нынешний. С 1 января родители малышей в месяц стали платить в среднем на 200 рублей больше. Причины повышения были вполне понятны. Рост инфляции и цен на продукты питания. И вот очередная новость. В детских садах могут упразднить группы с 12-часовым пребыванием. Первыми забили тревогу родители из Альметьевска. Затем к числу возмущенных в социальных сетях присоединились казанцы. Ну не хотелось бы, конечно. С ними же удобнее. Почему? Ну с работой. Если я не работаю, так я могу пораньше забрать. А людям, которые работают, им же неудобно. Вот 10,5 часов. Раз они были, значит было же необходимость все обусловлено. Папа. Папа. О том, что в Казани могут закрыть 12-часовые группы, руководителям детских садов объявили еще две недели назад. Однако говорить журналистам об этом открыто. Заведующие отказываются. Говорят, что боятся потерять работу. Перейти на укороченный режим работы до школьных учреждений будут вынуждены ради экономии бюджетных средств. Не стоит, наверное, детских экономить. И по поводу 12-часового пребывания в садике я, наверное, тоже думаю за. Потому что как бы общаюсь с подругами, вижу ситуацию, что сейчас как бы люди работают. И у всех график разный. Кто-то там до шести, до семи работает. Это очень много, как это сказать, матерей-одиночек. Им необходимо, если они ходят на работу, чтобы оставлять своих детей на дольше период времени. Поэтому я думаю, что это необходимо, если у них нет бабушек, дедушек. Родители опасаются, что, перейдя на укороченный режим работы, муниципальные детские сады ведут плату за так называемые вечерние группы. Как заявили в исполкоме Казани, вопрос об измене графика работы групп с 12-часовым пребыванием пока не рассматривается. По нашим источникам, детские сады города могут начать работать по новому графику уже с 1 сентября. Елена Горбунчикова, Дмитрий Леженко, Эфир 24. Дмитрий Леженко, Эфир 24.